Переводи, будем вставать, хоть не переводи, будем вставать. Вставать придется, но другой вопрос, когда же комфортнее, в кругах республиканских депутатов заговорили о часовых поясах. Представитель общественности Николай Азин предложил добавить один час к московскому времени, чтобы восток стал ближе. А первое место надо выносить не вопросы экономической целесообразности, а вопросы влияния времен суток на здоровье человека. От движения стрелок больше всего зависят работники сельской отрасли. Корон, это может быть и все равно, когда их дойт. Но вот люди приятнее работать в такое дневное время суток, а не глубоко ночью. Винар Латыпов, фермер со стажем. Работать приходится по биологическим часам животных. Дойка начинается в половине пятого утра. Но вот расходы идут по общепринятому часовому поясу. В световой день, если одну дойку хотя бы проведем, то экономия была бы. В 2014 году по всей стране стрелки перевели на зимнее время. Это час назад. Татарстан в том числе. Самара и Ульяновск тогда добавили себе плюс один к столичному, а Башкортостан плюс два. Работать по московскому татарстанским ведомствам оказалось комфортнее. Поэтому и накануне предложение Азина отклонили. В сегодняшнее время, она во многом связана с Москвой. И Москва перейдет, и мы перейдем на этот часовой пояс. Мне кажется, вот эти многие вопросы, они снимутся. Федеральный закон о переводе стрелок только обсуждается. Но ученые нашли плюсы в движении стрелок. Изменение федерального закона даст возможность людям больше находиться. Почти на 200 часов больше получается в течение года под солнцем. Пока о минутах говорят на высшем уровне, некоторые настаивают на постоянстве. Сколько раз уже переводили зад, вперед, зад, вперед. Все равно полгода так, полгода так. Это я не знаю. Школу ходят, десант ходят. Вот им трудно же. Стрелки татарстанских часов сейчас в руках Москвы. От нее и зависит, вернется ли потерянный час. Вопрос, когда придет время движения стрелок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова